А Сулбик вот уже пять лет прикован к инвалидной коляске. Сильного молодого строителя внезапно сразила болезнь. Из-за неё он не может пойти на выборы. Потерял паспорт несколько лет назад, а на восстановление нет ни сил, ни средств. Я на выборы бы пошёл, но у меня вот уже пять лет нет паспорта и получить его я не могу. Не могу нормально двигаться, выйти за порог самостоятельно. Родина есть Родина. Я люблю свой Кыргызстан. Но выразить свою волю на голосование я не могу. У меня нет паспорта. Поэтому и меня, как гражданина своей страны, тоже получается, как будто нет. В избирательных списках участка, где должен голосовать Ассулбек, сегодня тислится 18 человек с ограниченными возможностями здоровья. Но её имени и фамилии там, к сожалению, нет. Про его существование члены избирательной комиссии даже не слышали. Здесь Ширалиева нет в списке. Мы даже не знаем, где он живёт. Если у него нет паспорта, то голосовать он не сможет. Пока он получит документ, выборы уже пройдут. Это вина местных властей, которые должны были чётко и тщательно составлять списки и передать нам. Между тем о том, что в их селе вот уже несколько лет живёт инвалид-колясочник с двумя детьми, власти села Куршаб даже не слышали. Я не могу ответить на этот вопрос. Он ко мне вроде бы обращался за помощью. Я перепоручил этот вопрос главе Аила. Но больше на ваш вопрос я ничего не могу ответить. Сегодня инвалид остался со своей проблемой один на один. Отсутствие паспорта лишает его не только права голоса на выборах, но пособие по инвалидности. Чтобы получить паспорт и хоть как-то прокормить детей, он обратился за помощью именно к Алишеру Толтоеву, заместителю главы Аилюкматы, но утешительного ответа не получил. «Когда мы обратились в Аилюкмату, то получили такое предложение, что у меня сердце ёкнуло сдать детей в интернат, а меня хотели определить в дом инвалидов. Но хотя я инвалид, я никогда ни за что своих детей не сдам в детдом, сам буду воспитывать, потому что я сам детдомовский и знаю, что это такое. Пусть власти даже не думают». Сейчас Асылбей живёт на съёмной квартире без пособия. У него почти нет средств к существованию и помощи от тех, кто мог бы её оказать. Между тем, сегодня Курша пестрит политическими лозунгами партии, которые обещают свернуть горы за расцвет Кыргызстана и ради своих избирателей. Но ни один представитель авторитетных политических партий даже не посетил инвалида. Ведь без паспорта его как будто и нет. Он не избиратель, а всего лишь простой человек, который нуждается в помощи и поддержке. «Тем не менее, есть надежда, что после нашей поездки в Куршап судьба Асылбека всё-таки изменится к лучшему». Майра Мурзакулова, Нурлан Абдрахманов, ЛТР Ожская область. Сюжет подготовлен в рамках проекта бюро журналистских расследований IWPR.